Западноевропейский Союз – организация, существовавшая в 1948-2011 годах для сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Первая попытка в истории создать единые вооруженные силы Европы, включала в свой состав 28 стран с четырьмя различными статусами. Страны-члены, ассоциированные члены, наблюдатели и ассоциированные партнеры. Все государства Европейского Союза в его границах до расширения 2004 года имели статус стран-членов, кроме Австрии, Дании, Финляндии, Ирландии и Швеции, относящихся к наблюдателям, ассоциированные члены Исландии, Норвегии, Польши, Турции, Венгрии и Чехии, ассоциированные партнеры – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, а также Словения. Амстердамский договор 1997 года сделал Западноевропейский Союз неотъемлемой частью развития Союза, предоставив ему оперативные полномочия в сфере обороны. Западноевропейский Союз сыграл ключевую роль в выполнении первых петерсбергских заданий на Балканах. Тем не менее он все больше уступал своей функции подразделениям ЕС, развивавшимся в рамках совместной внешней политики безопасности. В ноябре 2000 года Совет Министров Безопасности Западноевропейского Союза одобрил решение о постепенном реформировании этой организации и передаче ее полномочий соответствующим структурам и агентствам ЕС. 1 января 2002 года в Европейский Союз вошли такие учреждения Западноевропейского Союза, как Институт Безопасности и Спутниковый Центр Европейского Союза. Главная функция, остававшаяся у Западноевропейского Союза, коллективная безопасность. История Союза 17 марта 1948 года. Пять западноевропейских государств – Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция заключили ТН «Бруссельский пакт». Первые три статьи договора были посвящены соответственно экономическому, социальному и культурному сотрудничеству. Но именно создание коллективной самообороны против возможного агрессора стало сущностью этого документа. Согласно пакту страны участницы обязались, что в случае, если одна или несколько из них становится объектом вооруженного нападения или агрессии, остальные предоставят военную поддержку атакованной стороне и другую помощь, а также окажут содействие ее усилиям. Основными причинами подписания Брюссельского пакта были Страх перед советской военной угрозой Опасение агрессии со стороны СССР и его союзников из числа стран Центральной и Юго-Восточной Европы Недопущение возрождения германского милитаризма и новых попыток развязывания войны со стороны Германии Бруссельский пакт, по сути, предвосхитил создание НАТО, появление которого в 1949 году Несколько девальвировало значение Брюссельского пакта для обеспечения коллективной обороны пяти подписавших его стран Первоначальный текст пакта не содержал каких-либо положений об организационном механизме реализации положений договора Функции Т.Н. Организации Брюссельского договора перешли к НАТО Ситуацию изменило Парижское соглашение 24 октября 1954 года Которое внесло изменения в пакт относительно создания специальной структуры на его основе Западноевропейского союза Вместе с подписанием Парижского соглашения к Брюссельскому договору присоединились Западная Германия и Италия В годы Холодной войны деятельность Североатлантического альянса полностью заместила деятельность Западноевропейского союза Однако это не означало конец его существования Первые шаги к реставрации организации были предприняты в середине 1980-х ГГ, запятая Но подлинное возвращение к активной деятельности Западноевропейского союза произошло только после подписания Мастрихтского договора о Европейском союзе 1992 год В 1996 году организация стала выполнять оперативные функции в сфере обороны Но в течение 2000-х годов влияние Западноевропейского союза на обеспечение безопасности ИС последовательно снижалось Большинство его функций должно было заменить Лиссабонское соглашение В марте 2010 года было заявлено о планах прекращения деятельности Западноевропейского союза до 2011 года Окончательно прекратил работу 30 июня 2011 года